Итак, дорогие друзья, мы сегодня на площади возле Дюка, у входа на Потемкинскую лестницу, вновь отреставрированную. И сегодня одесситов вот таким вот образом поприветствовали и сделали им такой вот праздник. Сегодня одна из участниц, и не просто представитель прессы, которая пыталась пройти на это мероприятие, на торжественное, не попала туда. И сейчас она сама вам расскажет. Да, представьтесь. Любовь Розакинская. Очень приятно. Из семьи на 60 лет Бюлака. То есть мы сегодня хотели дать президенту возможность подтянуть рейтинг страны на уровень той славы, которая когда-то была в Киевской Руси. У нас есть возможность выйти на, как минимум, на уровень ведущих стран, но должна быть власть и народ единый, должен быть диалог. На сегодня, к сожалению, такого нет. Вчера мы потратили практически целый день, сегодня почти полудня, для того, чтобы нас внесли в списки, которые готовились на протокол. То есть обзвонили, начиная от мэрии, обл. администрации, администрации президента, но, к сожалению, никто так нас и не пустил. Вопрос, а для чего наши родители, наши предки, те, которые остались в КУЛАГе, отставили права и государственности? Вильнюса Вильнюса Вильнюса. То есть пока сейчас не будет диалога тех людей, которых мы наняли на работу, прежде всего это президент и его окружение, у нас ничего не будет. Или его просто нужно будет менять. Есть желающие, и если он не будет вместе со своей командой менять правила, не будет диалога, не будет понимания, что начинать перемены глобальные надо именно с нас, с Одессы, которые называли маленький Париж. Ничего хорошего не будет. А хочется на первую скрипку, и это есть расчеты. Есть расчеты. Мы хотели вручить его. А какой канал, извиняюсь, вы представляете? Какую прессу? Индиопокет. Одесса Индиопокет – это туристическое зарубежное здание, которое презентует лучшие города Европы. Сейчас оно пытается продвинуть снова Одессу в перечне лучших городов Старого Континента. Очень хочется надеяться, что мы действительно покажем нашу Одессу, наш город, нашу страну. Можно я покажу, да? Это что еще его, этот самый… Это его визитка, когда он еще был депутатом. Сейчас дадим сюда солнышко, освещение. Как раз тогда мы ему под небом Майдана и говорили, что он может быть президентом. А что я с мужем, что я, мужем, я никто, не яка молодую гвардию принциповую ведь стоял. Вам треба просто порядок, команда с высшими психичными функциями. А что это такое? Альтруизм, патриотизм и прочие идиотизмы. У вас в Верховной Раде есть такое? Ха-ха-ха нема. А мы можем выйти действительно на уровень проведенных стран. На сегодня в Европе кризис. И потребуют глубинные новости. Есть программы, есть люди, которые готовы давать научно оборудованные пропозиции. Но пока что диалога нет. Поэтому стаёт вопрос, а за что сидели мои родители? Мама, которая была с Руслановой, родители, который был в Порисе, стал женат с ним Иваном Денисовичем. Бабуся, австрийка, который был в Норильске, 10 тысяч, выживало три. Ну, казалось бы, в свете декоммунизации и такого отношения к Советскому Союзу, вы должны быть самыми почётными гражданами и почётными одесситами, и самыми уважаемыми людьми в этой стране. Очень хотелось бы, потому что на днях было Кенгирское восстание. Мы подошли к Труханову и попросили, чтобы он помог круглый стол провести. А что это такое? То, что поразило мир. Подошли в обл. администрацию, они тоже не знают. У нас есть живой участник этого Кенгирского восстания, который подняли головы и больше месяца держали свою правду в зоне, пока их не передавили танками. То есть сейчас есть живые люди. Это надо популяризировать, показывать, что мы люди. Это живая история, которая уже столько лет прошла, которые могут, к сожалению, в любой момент покинуть. Надя не успела рассказать правду. Ну, что-то есть потомки. Надо делать системные шаги. Я говорю о том, что надо открывать неизвестные страницы героические, которые есть, которые замалчивались во время Союза, которые пока что по инерции ещё тоже не раскрыты. То есть у нас мощные корни, у нас славная история. Другое дело, что мы её не знаем. Ну, настоящую историю знает только Ветрович и кто там ещё. И Порубий, да? Так, остальные все... Каждая история, опять же, своя. Кто стоял на вышках, охранял полицейцев, а кто был полицейцем и отставил свою землю. То есть и то, и то история. Просто мы меряем масштабнее. Владимир, скажите на камере. Ну, я сказала, что Владимир Караташ. Вот этот один из организаторов Кенгирского станья должен получить звезду героя. То есть тот человек, который великолепно провёл круглый стол, два часа человек рассказывал. Это уникально. То есть ты слушаешь и удивляешься, сколько сил и духа, сколько порядочности, сколько у нас, сколько дипломатичности у тех людей, которые были перед нами, о которых мы не знаем. И ни один фильм за него не снятый, документальный. Можно же документальный фильм снять. А чем занимается Минстез с его непомерными бюджетами? А, расскажите. О, пошли, пошли, пошли. Пустили, наконец-то. Ну, свершилось. И мы сможем увидеть нашу жемчужину во всей красе. Спасибо вам. На здоровье. Хочется на первую скрипку, но это надо делать вместе.